Призывная кампания в Ненецком округе идет полным ходом. На сборный пункт в Архангельск отправились 18 ребят из второй группы призывников. Все они, скорее всего, попадут на срочную службу в Главное управление Генерального штаба, войск Национальной гвардии России и сухопутные войска Северного флота. Подробности у Екатерины Дементьевой. Дипломированный юрист Данил Кудрявцев перед поступлением в ВУЗ целенаправленно решил идти в армию. Старшие мужчины в семье его решением гордятся, считая, что служба – это неотъемлемая градация от юношества к зрелости. Это как долг, как это нужно, как это должно быть. Понятно, что мама не противилась, конечно, этому, но очень, можно сказать, даже расстроилась. Слезы льет уже, наверное, неделю. Хотя вроде объясняю, что ничего страшного, во-первых, это все быстро пройдет, во-вторых, все равно это надо. Но чисто внутреннее, видать, не может ребенка отпустить, хотя уже давно не ребенок. А тем временем юноша доволен тем, что попал в войска нацгвардии и уже мысленно выстроил планы на ближайшие годы. Да и в целом очень позитивно настроен. Конечно, поможет, так как я сейчас устраиваюсь в нацгвардию, потом можно устроиться и в полицию, и также у нас в нацгвардию. Это открывает многие пути. Не без сложностей, но бывают и хорошие моменты. Допустим, друзья, к которым ты будешь знакомиться и постепенно все больше и больше будешь с ним сплочаться. В дни отправки у здания военкомата многолюдно. Сметение в глазах матерей, звенящее молчание девушек, подвадривающий смех друзей и гордость отцов. Каждая эмоция по-настоящему искренняя. Как же, служить надо все равно. Все служили. Дед служил, я служил, братья у него служили. Сейчас его очередь подошла. Пусть служит. Год тем более. Отслужит, вернется человеку. Пусть дальше служит. Да, он сам желает. Главное, сам желает. Это очень хорошо. Есть люди, которые не хотят, а он сам пожелал. Ну ладно, давай, служи. Раз хочешь, так служи. Молодец, короче. Мы его хвалим за то, что он сам желает. Сегодня чьи-то сыновья, женихи и друзья перешли на новый жизненный этап. Каждому из них предстоит учиться преодолевать трудности, ждать и любить, несмотря на расстояние. Служба везде, военная, почетная и трудная. И к этому должны готовиться. Что это не санаторий-курорт, а что это военная служба. Надо будет исполнить свой воинский долг. Я хочу пожелать вам удачи, чтобы через год вы вернулись к нам. А если не вернулись, то оставшись служить либо в армии, либо кто-то поступит в высшее военное учебное заведение. Все, кто будет поступать в высшее военное учебное заведение в период военной службы, идут. Эти ребята вне конкурса поступают. То есть вам будут созданы определенные преференции. Перед отправкой в аэропорт напутствие призывникам дал губернатор Неницкого округа Юрий Бездудный. Ему поименно представили молодых людей согласно списков родовоиск. Вообще во все времена защищать Родину считалось самым почетным. И то, что вы отправляетесь сегодня уже на службу, и для нас большая гордость. Хотелось бы, чтобы вы защищали Родину с честью, чтобы вы гордились тем, что вы защищаете не только своих близких, не только наш округ, что вы защищаете всю страну. Вторая группа из 18 призывников отправилась в Архангельск на распределительный пункт, откуда они направятся в свои части. И ровно через год возмужавшие красивые вернутся к своим любимым.